Это большой тренд, когда компании понимают неспособность университета выполнить простую работу. Хорошо это или плохо, это вопрос отдельный, потому что понятно, что компания не будет вкладываться в академическое образование. Потому что компании нужны конкретные компетенции, позволяющие вести деятельность в компании. Но компании нужны на старте люди, обладающие неким набором компетенций, которые вообще говоря могут формировать университет. Поэтому часть университетов просто сдохнет, поскольку они в состоянии будут перестроиться. Возможно большая часть. Часть университетов останется с такими профильными ПТУ, которые смогут договориться про кафедры профильные. То есть университет это будет место, где просто много помещений, которые можно сдавать в аренду корпорациям, для того, чтобы корпорации там занимались профильными студентами. Ну и какие-то университеты смогут удержать логику полного цикла образовательного, который будет создавать таких агентов изменений для отрасли. Где смогут, собственно, формировать вот эти soft skills студенческие, необходимые для любого рынка, востребованные на любом рынке. И смогут формировать студенты мышления, которое будет лежать и в плоскости стратегии, и в плоскости организационных моделей, и в плоскости, собственно, технологических моделей любой какой-либо отрасли. В такой логике смогут формировать студентов и смогут одолеть подходы к формированию разных мышлений, когда они будут выпускать тогда таких действительно суперспециалистов, суперинженеров, супергуманитариев, которые уже не очень гуманитарии и не очень инженеры. То есть это действительно будут люди, понимающие картину мира во всей ее сложности и многообразии. Таких университетов будет единицы. Ну, возможно, это будет не российский университет, кстати говоря. Ну, потому что мы давно уже существуем на международном рынке образовательном. Он открыт. И пример недавний Стэнфорда, когда на курс онлайновый по искусственному интеллекту собралось 50 тысяч слушателей, они сами не ожидают такого эффекта, он очень показательный. Это конкуренция за головы. И еще через такт студенты будут голосовать ногами, ну, как руками, кликая по тому курсу, который им ближе, понятнее и, как им кажется, более восстановленным. Вот здесь университеты могут занять разные позиции, могут занять позицию сервисной компании, позволяющей студентам максимально эффективно набрать эти разные курсы. Почему нет? Это нормальная модель, позволяющая ему максимально экономически, рентабельно выстроить свой образовательный тренд и обеспечивая ему лучшее образование во всех других провайдеров мира и какую-то связующую, вот эту вот гуру составляющую у себя. Это тоже подход, это тоже вариант. И будет огромное количество корпоративных университетов, забирающих высшую часть, магистерскую часть подготовки у классической модели образования. Это сейчас тоже тенденция, она сейчас будет в ближайшие годы очень, будет развиваться, потому что экономики отчаялись. Им нужно инженеров сегодня и сейчас, а не через пять лет. Им нужно тех инженеров, которые будут решать проблемы сегодня и сейчас, раз, проблемы развития, два. Там есть масса всяких сложностей тоже, конечно, потому что в головах у бизнеса, там тоже часто жуткий сумбур. Вот мы хотим, чтобы вернули советскую экономику, хотя бы. Но она уже показала свою несостоятельность, может не надо строить заново советскую экономику, нет, мы хотим что-нибудь такое. Ну, в общем, это тоже старая логика, корпоративная логика. И тут важно, что университету нужно отстоять свое право диктовать формат образования с одной стороны и удержать вот эту вот стратегическую, эту классическую академическую планку для студента с одной стороны. Нужно это сделать. А с другой стороны, нужно понимать, что да, студент должен быть другой, готовить его нужно по-другому, вкладывать нужно в другие совершенно знания какие-то вещи, в другие подходы и форматы. И это тоже нужно поменять. Вот те университеты, которые смогут эту модель освоить, они выиграют. Те, которые не смогут, они превратятся в то, что было ПТУ 10 лет назад. То, что сейчас стало университетом, это ПТУ 10 лет назад. То, что сейчас называется университетом, потому что технологии сильно усложнились и просто ПТУшники совсем уже не справляются. А вот выпускник-бакалавр, это как раз ПТУшник того времени. Он более-менее представляет себе отрасль, его можно быстренько допилить, пару только компетенций его таких производственных сообщив, и отправить его в цех.